Здравия желаю! С вами, как всегда, Гостер, приветствовать вас на новом ролике в GTA 5. Сегодня нам с вами предстоит выполнить секретное задание за военных. Задание, кстати, повышенной сложности и повышенной важности. На ней снизу уже ожидает отряд, поэтому давайте будем потихонечку выходить. Задание звучит так. Нам необходимо разобраться с чем-то паранормальным. Если говорить точнее, то в озере Лос-Антоса, которое находится у нас, получается, вот здесь, было замечено какое-то огромное существо, просто гигантское. Пошли слухи, что это может быть Мегалодон, и поэтому наш отряд отправляет в те места. Но есть одна большая проблемка, ребята. Дело в том, что Мегалодон из-за своих размеров просто не может пробраться в это место. Как он здесь вообще может оказаться? Вот просто объясните мне. Вот именно поэтому, ребята, нас сегодня отправляют вот в эту местность. Нужно будет провести, конечно же, осмотр всей территории и уже решить, что мы будем делать. Нужно будет разобраться, что это за монстр и как он туда попал. Ну что ж, ребята, в общем-то, в самом начале этого ролика, конечно же, как всегда, хочу попросить вас не забывать ставить лайки. Давайте, ребята, поддержите меня своим лайком прямо сейчас. Мне будет очень приятно. Не забывайте подписываться на канал, чтобы вступить в Семьи Призраков. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на канале. Давайте, парни, будем уже с вами выдвигаться, залазим в тачку и направляемся к нужному месту. Нас там, кстати, уже должен ожидать отряд. Там проводят сейчас небольшой отсмотр этого озера. Также там занимаются сейчас ученые. Но основную работу придется выполнять, конечно же, нам с вами. То есть, скорее всего, я думаю, мы с вами погрузимся туда. Прямо в это озеро, да. Прямо вот в этот момент, когда там что-то замечено. Мне кажется, это такой самый, знаете, логичный вариант. Самый успешный, который может реально сработать. Мне кажется, по-другому никак эту проблему не решить. Так, ну чё, вы мне откроете сейчас вверху? Давайте, 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 открываем. Открываем. Ну чё, блин, заснул там что ли? Операция очень важная. А, там никого нету. Ну, молодцы, блин, просто красавцы. Где вот патрульный, я вообще не понимаю. В такой момент покидать пост. Это ж капец какой-то. Так, ну ладно, давайте поставим меточку, ребята. Я так полагаю, что придётся нам проезжать где-то здесь, по просёлочной местности, да. Прямиком вот сюда, в эту зону. Ой-ой-ой, мне сообщили уже, что сюда прибыл министр безопасности Лос-Антоса. Ну, всё очень серьёзно, друзья. Очень-очень серьёзно. Нам бы сегодня не провалиться, как бы, да. Не ударить лицом в грязь. Вот это да, это очень важно на самом деле. Так, ну что ж, мы с вами уже, насколько я вижу, прибыли. Давайте вот сюда заедем. Отличненько. О-о-о-о-о, нифига не тут, чё у нас настроили. Тут у нас настоящие стены, прям как крепость, офигеть. Ладненько, хорошо. Сейчас будем заворачивать. Так, здорово, полиция. Полиция, как бы мне к вам ещё заехать тут нормально? Так, я так полагаю, что уже лучше, наверное, выходить. Хотя вот как мы тут машину-то так оставим? Ну, давайте припаркуемся где-нибудь. Я думаю, вот здесь, например, неплохое место, да. Всё отлично. Сами будем выходить из машины. Так, парни, все готовы? Давайте, собирались и выдвигаемся. Так, проход у нас вот здесь вот. Всё, мы-то в него заходим. Мы пойдём осматривать территорию. Как у нас тут вообще обстоят дела? Ф.А.Б. Все дела. Ну да, ребята, всё очень-очень серьёзно. Посмотрите. Ой, там у нас чиновники сидят. Офигеть. Я просто в шоке на самом-то деле. Так, ну ладно, давайте будем пробегать уже. Не будем тянуть время, как говорится. Ох, они тут что-то у нас перекусить решили, Ф.А.Б.шники, да? Ну, нормально, хорошо им, блин, хорошо. Ну, ладно, мы вот сюда, ребят, с вами пробежим. Нам, в принципе, тут всё интереснее, я так полагаю. Ага, здесь у нас вот сам министр безопасности. Надо, по всей видимости, поговорить сейчас будет именно с ним. Ладно, хорошо. Кто там танцует, блин? Офигеть. Так, ну, что ж. Фух, здравствуйте. Да, всё понял. Хорошо. В общем, ребят, по всей видимости, дальше я выдвигаюсь в одиночку. Потому что министр по безопасности сообщил, что... Миссия, скорее всего, будет выполняться при помощи подлодки. Которую, кстати, они сюда уже пригнали. Вот она у нас. Но она, к сожалению, на одного человека, поэтому своих парней я взять не смогу. Придётся мне дальше... ...ойти в одиночку. Ну ладно, хорошо, в принципе, давайте воспользуемся ей. Я думаю, что в одного... Сложно, конечно, будет. Но, чё поделать уже, ребята? Чё поделать? Надо залазить и выполнять свой долг. Погружаемся. Давай. Вот, отлично. Вода сегодня просто, посмотри, какая прозрачная. Ой, как хорошо. Я, кстати, пока никого не вижу. Никаких монстров, мегалодонов, огромных кальмаров и прочего, ребята, не видно на самом деле. Интересно, как он мог сюда вообще попасть, этот монстр, если это правда? Ну, раз задание передали военным, наверняка, ребята, это не выдумка, да? Какая-то обычная байка. Значит, это 100% доказанный факт, который нам сейчас нужно будет каким-то образом разрешить. И вот только фиг его знает, где мне тут чё искать сейчас. Вот. Но, ребята, здесь, конечно, очень такое у нас глубокое. Так, кстати, может без фонарика плыть? Да хотя нет, ладно, давай с фонариком попробуем. Так, оп, отлично. Кстати, тоже неплохо видно, ты посмотри. Если вот так вот просто лететь вперёд, то, мне кажется, даже так лучше. О, нет, без фонаря вообще, ребята, просто тьма тьмущая. И так, блин, жутко страшно. Вокруг нас сейчас в любой момент может появиться какая-нибудь непонятная фигня. Какой-нибудь монстр или кто-то в этом роде, блин. Офигеть. Мы, кстати, с вами уже так нормально отплыли. Блин, глубина здесь такая достаточная. 34 метра, блин. Офигеть. Так, хорошо. У нас здесь с вами пока что ничего не видно такого. Я бы посмотрел, на самом деле, знаете, какие места? Вот эти вот, где у нас заливы, где у нас впадает, получается... Ой, океан. Океан. В речки, и потом эти речки впадают уже в озеро. Хотя, как там мог бы Мегалодон пробраться? Это же просто что-то из, не знаю, ряда фантастики какой-то. Ну и но. Никогда не думал, что мне придется заниматься чем-то подобным, ребята. Я уже практически проплыл, можно сказать. Ой, большую часть этого озера. Хотя вот, как сказать, большую. Но я проплыл-то, я его проплыл. Но нам же нужно исследовать здесь именно какие-то вот такие места впадины, либо еще что-то, через которые, может, пробрался какой-то огромный монстр. Блин, вообще пока ничего не понятно. Я никогда не думал, что буду таким, блин, заниматься. Это просто как, я не знаю, иголку в стоге сена искать, если честно. Тут еще планктом. Посмотрите, как у меня светится тут все. Офигеть. Так, ладно, хорошо. Давайте попробуем проплыть где-нибудь здесь. Вон, что-то вижу. Да ну. Стой, 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 стой. Так, есть что-то, ребят, в камнях, посмотри. Офигеть, как вообще это заметить? Если бы я, блин, здесь не поплыл, что бы тогда было вообще? Офигеть. Так, ребят, давайте проплывать, посмотрим, что это такое. Просто какая-то точка, что ли, или что? Ну-ка. Вау. Да ну нафиг. Всплываем, 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 всплываем. Давай, давай быстрее. Мы, походу, ребята, с вами нашли это место. Это разлом просто, ребят, тут просто разлом подводный, подземный, по которому и проходит, по всей видимости, этот монстр. Вот где только этот разлом берет свое начало. Ооо, да, ребята. Эти места я знаю. Эти места я знаю. Теперь посмотрите, просто как это работает. Он получается где-то вот здесь, или где? Ну, короче, где-то в этих местах. Вот так вот он просто где-то вот здесь идет. Вот, может, под водой. Да нет, вот мы где находимся, получается. Вот так вот он просто под землей проходит и выходит вот сюда, в это озеро. Офигеть просто, ребята. Я бы, наверное, ребят, подспешил уже вылезти из воды, пока меня не сожрало какое-то существо, о котором все говорят, потому что все ближе и ближе мы подходим к разгадке всего этого дела. И, по всей видимости, тот самый монстр, по которому говорили, это тоже не выдумка. Так что я бы поскорее, наверное, всплывал, докладывал начальству и продумывал новый план действий. Срочный приказ начальства выдвигаться на место разлома. Я уже со своей командой, ребята, кстати, подъезжаю. Мне пришлось вернуться на военную базу для того, чтобы принять новый приказ, собрать новую команду. Как вы видите, теперь бойцы у меня посильнее, потому что ситуация, как оказалось, вообще чрезвычайная. Так, давайте меточку поставим вот так вот, чтобы нам поудобнее было. Кстати, там уже развернули небольшой лагерь, насколько я знаю, навезли военную технику. Смогли сделать такую небольшую базу для того, чтобы можно было обороняться, если что, от того, что там водится в этих водах. Полиция, вон, уже патрулирует у нас эти воды. Короче, все, ребята, достаточно серьезно. Прям капец насколько. Ну да, это именно те места, где как раз-таки мы с вами и отыскали этот разломчик. Так, ну что ж, мы с вами на месте, ребята. Сейчас будем заворачивать сюда. Да, да, здесь у нас вот стоит робот, посмотрите, военный сюда одного пригнали. Так вот, что-то как-то он вообще неровно, нифига, это просто капец какой-то. А также стоят у нас вот бойцы. Несколько отрядов, не очень много на самом-то деле. Но самое интересное, меня, ребята, ждет немножко не здесь. Вон, вон, самое интересное, да, ребята. Там у нас стоит вертолет, на котором как раз-таки мне сейчас нужно будет прочесать всю эту местность. Не знаю, сколько бойцов лезут со мной в один самолет и вертолет. Вот, ну, бойца 3-4 получается где-то. Посмотрим, что у нас получится. Так, давайте выдвигаться, получается, в том направлении. Посмотрите, что они тут построили на этой возвышенности. Вот такую небольшую вышку, да, для того, чтобы можно было просматривать всю территорию. Грамотное решение, на самом деле, очень грамотное. Ну, и сейчас мы с вами воспользуемся этим вертолетом, для того, чтобы пролететь над водой и посмотреть здесь все, что есть. Всю территорию полностью охватить. С вышки они увидят, зато на вертолете, тем более с такой прозрачнейшей водой, я думаю, можно будет что-то интересное заметить. Поэтому давайте сейчас прокатимся. Оп, это там у нас что? Это косаточка. Ничего страшного. Ну, ладно. Но, я думаю, нужно заплыть поглубже, потому что, если это все-таки огромный монстр, то наверняка на мелководье он не водится. Оп, движение прямо под нами, ребят. Прямо под нами движение, где-то здесь. Так, всматриваемся в воду, ребят. Пока что ничего не вижу, но здесь уже достаточно глубоко. Главное сейчас... Вау, вон, вон, что-то вижу. Так, уворачиваемся. Так, давай, давай. Это огромная акула. Это мегалодон, ребята. Это мегалодон. Мы смогли его отыскать. Ух ты, он до меня не долетает, но он смотрит прямо на меня. Господи, какой он жуткий сейчас. Офигеть. Просто жесть какая-то. Короче, ребята, мне, если что, дали приказ пользоваться... Ух ты, капец. Почти долетел. Я аж спугался. Пользоваться, если что, ядерным оружием. Да, мне его выдали. Сказали, если заметишь, что-то подобное. Вот на такой вот случай, экстренный случай, как говорится, можно использовать ядерное оружие. Потому что обычное оружие такую штуку не возьмет вообще никак. Мы с вами сражались уже с таким вот и знаем прекрасно все на своей практике. Не очень приятной, да, на своем опыте. Самое эффективное, что может сейчас быть, это использовать против него ядерку, которая у меня есть сейчас в данный момент. Поэтому давайте выберем подходящее место где-нибудь... Я не знаю, может быть где-нибудь здесь, на этих островах. Хорошее место так-то, слушай, в принципе, хорошее. Ой, он сейчас потопит там полицию. Надеюсь, нет, надеюсь, проплывет. Надеюсь, он на меня согрелся и в мою сторону движется. Так, давай-давай-давай, будем тут снижаться. Хорошо. Вот так, отлично. Тут прямо над нами самолет прилетел. Давай-давай. Вот, сюда он не заплывет уже. Сюда он не заплывет. Да, вон он не может сюда заплыть. Получается, начал отплывать в другую сторону. Но он должен будет вернуться 100%. Так, давай, сейчас мы подойдем поближе к краю берега. Мне вообще нужно понять, куда запускать мою ядерную боеголовку. Я надеюсь, ребята, что мы попадем и что это поможет. Но другого выхода у нас абсолютно нету. Не клюет он в той стороне, ребята, ни в какую. Пришлось перебираться на этот остров, маленько пришлось проплыть. Но я зато сейчас хорошо его вижу. Мы можем навестись прямо сейчас и выстрелить. Давай, на счет три. Раз, два, три. Все, ядерка полетела. Отходим, отходим. Так, и сейчас у нас... Воу, взрыв. Ох ты, е-мое. Мне кажется, сейчас будет очень плохо. Просто танк улетает. Капец. Так, давай еще одну. Еще одну, ребят. По-моему, на него не подействовало. Я думаю, что оглушил его, но не совсем. Давай в ту сторону. Вот так вот летит. Летит. Хорошо. Давай. Давай, давай, давай. Блин, взрывайся. Не хочет. Да, не хочет взрываться. Какого фига? Так, погоди. Я попробую тогда вот это. Давай попробуем вот эту ядерку. Так. Давай наводимся прямо на него, ребята. Стараемся попасть по нему. Так, ракета полетела. Хорошо. Прямо под него должна сейчас была уйти. Мне кажется, она не может взорваться где-то там. На дне, получается, она не может взорваться. Ей не хватает, может, мощности или что-то такое. Ну, давай попробуем сюда выстрелить вот этот островок. Получится, нет? Блин, да что такое? У меня остается лишь один вариант, друзья. Прямо сейчас попробовать выстрелить вот в тот остров, который находится по центру. Но, боюсь, это отрежет мне потом проход обратно. Потому что ударная волна будет еще здесь очень долго разрушать все. Но, ребят, другого выхода нет. Давай попробуем отсюда. Для начала вот сюда стрельнем. Так, хорошо. Да, блин, нет, не получается. Ну, давай-то в тот остров. И сейчас должен быть реально, ребята, офигенный взрыв. Вау, да, сработало. Он пропал с карты, ребят. Только где вот он сейчас? Мне его надо срочно отыскать. Сам маркер исчез. Но вот он. Вот. Все. Ребята, он мертвый. Да, он точно мертвый. Посмотрите, что с ним стало. После ядерного взрыва. Это получилось сделать у нас офигеть просто. Ты посмотри. Да, 0 хп. Короче, просто шикарно. У нас все получилось. Я бы сказал, просто в идеальнейшем варианте, как это могло быть. Потому что обычно битва с мегалодоном это очень долго. Но ядерная бомба все-таки показала, кто тут хозяин. Чего? Что за бред? А! Тут все просто снесло. Ты посмотри. Офигеть. Вот небольшая побочка, ребята, ядерных бомб. Они все объекты сносят. Тачки и все, что вот так вот настроено. При помощи модов они просто сносят. Там машины, людей, вообще все. Да не обязательно при помощи модов наставленное как бы. Оно вообще все, можно сказать, сносит. Если находится в городе, там столько взрывов этих машин. Они так далеко улетают. Но я думаю, вы прекрасно видели. Если смотрели у меня ролики с ядерными бомбами. Базы просто больше нету. Но ладно, это меньшее, что мы могли отдать взамен на смерть такого огромного монстра. Ну что ж, ребята. В общем-то, надеюсь, что сегодняшний ролик вам понравился. Если это так, не забывайте обязательно ставить лайки. Само собой, подписывайтесь на канал, чтобы вступить в 7 призраков. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на канале. Ну что ж, всем удачи и до скорых-скорых встреч. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока.